У нас же сегодня, вы знаете, уже с гостиницей микроавтобус подъезжает к самолёту, забирает там всех, значит, кто приезжает в Севастополь, это сетевая гостиница. Первая в Крыму. Но при этом мы не проели эти деньги, мы потратили их на то, чтобы город стал богаче. Я считаю, что строительством корпуса в больнице и строительством стадиона мы стали богаче. То есть эти решения неизбежно надо принимать. Но я надеюсь, что в этой ситуации не появится каких-то моментов ввинять в коррупции или меня, или мои заместителя. Дальше работаем таким образом. Слово Тани Круцких, Первый Севастопольский. А после этого мы опять готовы вам вопросы с улицы предоставить. Чтобы народ не замёрз, процитирую коротко и языком оригинала вопрос. Собираетесь ли вы и дальше санкционировать увеселительные шабаши, такие как автоэкзотика в памятных местах города? Можно сказать грубые слова? Собираюсь. Только собираюсь все поддерживать мероприятия, которые дают какое-то своё лицо Севастополь. Конечно, не в памятных местах. Я, единственное, сказал тогда, ещё раз готов повторить. Я прошу прощения, город Севастополь имеет такую историю, что в каждом месте мы можем найти осколки, можно найти какое-то историческое место. Но город не может жить только, я прошу прощения, на кладбище. Не может он жить. В нём живёт нормальная молодёжь, которая хочет нормально проводить время. Мы будем поддерживать автоэкзотику, если она состоится. Мы будем поддерживать байк-шоу, которое у нас проходит в этом деле. Почему? Да потому что это интерес города, люди сюда приезжают. Люди, прошу прощения за то, что такое говорю, оставляют здесь деньги. Они, может быть, мы не чувствуем сегодня их в виде налогов, потому что немножко сложнее здесь всё. Но то, что эти деньги остаются в Севастополе, у севастопольских предпринимателей, это очень хорошо. Севастополь имеет свою страничку. Мало того, мы будем ещё развивать вопросы. Мы опять бы очень хотели на День города вернуться опять и сделать традиционным праздник военных оркестров. Мы бы хотели сделать отдельный праздник по воздушным шарам. Всем музеям, которые мы обсуждали вопрос авиашоу. Напоминаю вам, кстати, что в следующем году исполняется 100 лет российской авиации. А у нас она начиналась с Качи, где у нас стоит сегодня полк, бригада, наверное, российская. То есть, эти все вопросы, которые касаются того, чтобы в городе Севастополь каждые выходные дни чем-то были заняты, мы будем этому помогать и развивать. Конечно, ещё раз говорю, не на памятях, но если подходить к Севастополю как памятник, ничего нельзя делать. У нас есть памятные места, и уж как в Севастополе относятся к памяти павших, никто так не относится. Я вот не знаю, будете вы мне задавать вопросы или не будете, но качу коснуться 35-й батареи. Ну, как-то мы недавно говорили, я говорю, ну, когда планируется окончание работ, оно планируется даже в этом году осенью, ну, если успеет, потому что там деньги часы, я не могу гарантировать. Давайте мы сейчас идём на площадь, уже говорит режиссёр, что готовы вам вопрос задавать, Женя, вы нас слышите? Да, мы вас слышим, на часах уже начала 10-го. У нас есть следующий вопрос от представителя молодёжи Дмитрия из Ленинского района Севастополя. А вы можете мне ответить на такой вопрос? Какая должна быть зарплата у чиновника, чтобы они не брали взяток? Спасибо за вопрос. Значит, я первое хочу сказать так вам сказать, что, как ни странно, как ни странно, первое моральный фактор. То есть я считаю, что если человек не берёт взяток, это в первую очередь должно связаться с его внутренним состоянием, пониманием долга, ответственности, чести, совести и так дальше. Ну, вообще, я считаю так, что зарплата чиновников должна составлять, ну, грубо говоря, 2 средних зарплаты по городу. Пока, по большому счёту, для рядовых работников она составляет половину средних зарплаты по городу. Это неправильно. Всё равно чиновники, они принимают те решения, которые определяют жизнь многих людей. И очень важно, чтобы они имели достойную зарплату. Ну, я здесь, к сожалению, пока сделать ничего не могу. Поэтому, ну, я не хотел бы впрямую увязывать заработную плату и, соответственно, там, скажем, удачу взятки. В целом, это должно быть состояние общества. Вот понимаете, в каком деле. Вот в чём проблема, скажем, взятки в широком смысле этого слова? Общество, как те страны, сегодня принимает взятку. Вот в чём проблема, скажем, почему? Потому что, когда не работает система, вот человек, ну, как мы говорим сегодня, не пробиться там в нашем управлении земельных ресурсов. Что делается? Делается простой ответ. Может быть, дать кому-то взятку, чтобы решить свой вопрос. Вопрос принимает, извините, взяткодатель и, соответственно, он, тем самым, пытается ускорить решение своего вопроса. Система не работает. Как только не будет очередей, пропадает, необходимо сдавать взятку. Понимаете, да? Как только всё становится прозрачным, а за что давать? Я ещё раз говорю, что дают там или где, значит, чиновники создают условия, чтобы не проходило решение вопроса. Или, соответственно, незаконно решается вопрос. Но незаконно, я думаю, мы уберём, постараемся наладить работу наших учреждений и предприятий так, чтобы взятку давать было не надо. А у нас вопрос аудитории газеты «Слава Севастополь». Олира, вам слово. Поскольку мы в очень жёстких рамках прямого эфира и не успеваем задать все вопросы наших читателей, и мы с вами уже договорились в перерыве о том, что ответы наших читателей будут запубликованы, я вам задам вопрос злого анонима. Готовы ли вы ответить? Когда вы покинете наш город, и, если надо, мы на это скинемся? Никогда. Я должен огорчить анонима, значит, я никогда не покинул Севастополь. Я, можно сказать, такой любопытный момент. Я как-то сидел, думал, сколько же я прошёл ступенек для того, чтобы работать в том кресле, в котором я работаю сегодня. Ну, у меня получилось 14. Я вот пришёл рабочим на завод, работал мастером, старшим мастером, начальником цеха, секретарём райкома партии, тогда такая была должность. Значит, заместителем председателя исполкома, значит, занимался бизнесом. Опять прошёл ступеньку там руководителя района, руководителя налоговой службы. Я для того, чтобы сегодня руководить городом, надо прийти много ступенек. Значит, я люблю город, я не сомневаюсь, что значительно больше, чем аноним. Почему? Потому что я никогда бы любому Севастопольцу не задал такой вопрос. Я считаю, что человек, который любит город Севастополь, всегда должен жить в этом городе. Если он задаёт такой вопрос, это может быть его проблема. Но я должен сказать, что выше звания, чем Севастополь, для меня нет. Поэтому никогда я из этого года не уеду, и радости такой вам не доставлю. А дальше вопрос о телерадиокомпании «Бризове» на морских силах Украины. Ваня, Ваш вопрос. Валерий Владимирович, традиционный, вот с первого нашего эфира у нас в студии вопрос. Я его задавал, задаю сейчас и задавать буду. Коль скоро вы никогда город не покинете, значит никогда. Не перестану его задавать, поскольку и, соответственно, военно-морские силы и другие военные формирования вооружённых сил Украины тоже никогда не покинут этот город. Взаимоотношения за этот год, которые у вас сложились с руководством, с командованием военно-морских сил Украины, других воинских формирований, насколько вы довольны эффективностью этого сотрудничества? Что бы хотелось поменять, возможно, и возможные планы на ближайшее хотя бы будущее? Ну, вы знаете, что я хочу сказать, что отношения сложились великолепно. Я, кстати, хочу вот еще всем севастополисам сказать, я благодарю командующих военно-морского флота нашего, военно-морских сил Украины, Виктора Владимировича Максимова, командующего российским флотом Адмирала Королёва, за то, что у нас сложились действительно хорошие человеческие отношения. В чем они состоят? Когда идет звонок друг к другу или разговор в другую сторону, изначально очень хорошо друг друга слышат. То есть они слышат, в чем вопрос, и думают о том, как этот вопрос решить. Это первое. Второе. Что меня вообще должно в первую очередь, или во вторую, или в третью очередь, волновать в отношении военных. Меня должна волновать жить военных вне мостика корабля, территории и части и так дальше. Вот этот вопрос мой. Я очень серьезно к нему отношусь, потому что в первую очередь, конечно, этот вопрос для меня сегодня имеет прикладное значение. В каком смысле? Очереди на жилье. Вот первый вопрос, который меня сегодня волнует в отношении военных, это очереди на жилье. Я с удовольствием могу сказать, что есть обязательства российских военных решать эту проблему, есть обязательства наших военных. Я когда-то вам в эфире говорил, недавно встречались с замминистра обороны Украины. Я сказал, что мы меньше 200 квартир украинских военных получить не должны. 200 квартир вроде прорисовывается, этого недостаточно. Но здесь надо уже нам выходить на тот момент, в частности, вы мне задавали вопрос, сейчас нет секрета для жителей Севастополя, мы собираемся с военными застраивать улицу Камрига-Потапова, нерешенные вопросы сети. Вот эти вопросы сегодня, наверное, требуют большего вмешательства города. Почему? Потому что вас не должно волновать, а там действительно вопрос серьезный по электричеству. Вот последний раз я сам вмешивался, говорю так, ну давайте все равно включаем, потому что дома отключают, по временной схеме подано электропитание в квартиры, электропитание, естественно, по временной схеме, как для промышленных предприятий, народ что говорит, куда смотрит городская власть, государственная власть и так далее. Ну занимаемся этим вопросом. Но еще есть одна тема, которую я бы тоже хотел обозначить. Государство у нас сегодня работает слабо. Я вот когда последний раз побывал в учебном отряде украинских ОМС на улице Лазаревской, посмотрел, значит, туалеты, посмотрел умывальники. Ну, наверное, после 1950 года ремонта там не было. Мы сейчас планируем, я все-таки буду убеждать депутатов при всех наших ограниченном бюджете, что надо принять программу шества над военными. Мне стыдно. Вот перед теми ребятами, которых я перед этим рассказывал, интернеты, и когда я зашел в туалеты, действительно стыдно. То есть я говорю, вот после 1950 года, так не при женщинах будет сказано, но ничего не поменялось. Может быть, и раньше такое было, до войны, я не знаю. Ну, то есть вопрос состоит в том, что надо решать вопросы социальные, которые касаются семей военнослужащих, это в первую очередь. Я могу много на эту тему говорить. А второй момент состоит в том, что надо еще какую-то конкретику в шествии над нашими военнослужащими срочной службой. Занимаемся. Проблемы есть, но занимаемся, будем заниматься. У нас очень много вопросов, как раз таки на площади Ушакова. Мы готовы еще один выслушать. Пожалуйста, ваш вопрос. Сегодня на площадь Ушакова приехали и жители сельской зоны. Вопрос от Ирины, жительницы села Орлины. Господин Саратов, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вы пользуетесь баллонным газом? Вы топите печку дома углем? Вы знаете, сколько он стоит? 1600 гривен тонна. Вы пользуетесь дровами? 1500 машина. Так сколько же ж можно терпеть? И когда будет газ, природный газ в долине, в Байдарской долине, в Чернорече? Скажите, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Печкой я не пользовался. Когда мне было 6 лет, мы переехали на северную сторону, на улицу Полярную. И печку я помню, что пользуюсь моей родителем. Мы тогда жили на улице Почтовой, она сейчас называется улица Частик. А баллонным газом я прожил больше 30 лет. Что такое баллонный газ, как им неудобно пользоваться, знаю. И тут для меня каких-то секретов нет. К сожалению большому я не могу сейчас внятно и конкретно сказать по Байдарской долине причины. Мы в этом году пробуем возможность строительства сетей среднего давления для Нахимовского района. То есть это касается газ в Андреевку. Мы очень бы хотели, чтобы туда привлечь деньги на нефтегаз Украины. Но мы получили от НАК нефтегаз Украины категорическое замечание о том, что они не готовы вкладывать деньги до тех пор, пока нет документации. Кстати, если говорить дальше про Нахимовский район, то в этом году мы провели очень серьезные переговоры для того, чтобы за свой счет Черноморний Нахигаз реконструировал газораспределительную станцию в селе Холмовка по Чесарайскому району, для того, чтобы начать газификацию сел Фронтовое и Верхнесадовое. То есть занимаемся мы вообще газом по сельской зоне. Я сказал, как. То есть мы будем очень внимательно считать вопрос, сколько надо денег для того, чтобы сделать документацию для привода газа в Байдарскую долину. Достаточно дорогое это удовольствие, потому что там надо тянуть 22 километра газопровода. Ну пока мы просчитывали со стороны родного, там получается через горы тянуть. Но тем не менее вопрос принимается. Я вот не могу сказать, что мы не занимаемся этим вопросом. Мы его так достаточно серьезно обсуждали. Значит, нам надо понять, какие деньги мы сможем в следующем году выделить на составление документации. То есть вот вы услышали, сколько я сказал, мы денег в этом году. Нам не досталось документации, а несмотря на то, что денег ни на что не хватает, проблем текущих много, мы 20 миллионов гривен положили на документацию. Мало того, скажу еще страшную вещь, в следующем году мы планируем увеличить деньги на документацию. Потому что это дает возможность деньги привлечь государственные, ну и заниматься теми вопросами, которые вы ставите. Я думаю, что к 2013 году мы к этому вопросу подойдем уже готовность. Ну и касаясь личностного, ездите или там пьете, едите и так далее, я переключу вас на такой личностный блиц. Я за 10 секунд вопрос, вы за 30 секунд ответ. Итак, марка одежды, которую вы носите? Вот этот костюм я не знаю. Вообще, в основном я ношу костюмы от Михаила Варуи. А вы верующий человек? Вы знаете, я бы сказал так, я сейчас не неверующий человек. Ну и вы большой начальник. Остались ли сегодня у вас друзья и те, с которыми, например, дружите уже по 25 лет? А вы знаете, я скажу так, что друзья остались те, с которыми дружу больше, чем 25 лет. Вот, к сожалению, в жизни, ну я не знаю, как со мной согласятся мужчины, присутствующие в нашей студии. Мне кажется, что потом друзей не получается, вот по-настоящему. То есть, ну, друзей, то есть, знакомых много, какие-то приятельские отношения. Но те вот друзья, которые мы собираемся, мы друг друга знаем по 30. И хотя ваша супруга не любит публичных вопросов, работает ли она? Ну, она сейчас работает, ну, так, значит, в частной фирме, фактически на полставки. В основном занимается семьей. Она работала у меня достаточно много, у нее стаж уже там 20 лет есть. Ну, сейчас вот так на полставочке работает. Ну, это я вас настроила на быстрые ответы, поэтому дальше вопрос от аудитории сайта Форпост. Руслан, пожалуйста. Да, такой вот вопрос. Вот буквально накануне этого эфира была городская партийная конференция партии регионов. И вы, обращаясь к делегатам этой конференции, на мой взгляд, даже с таким нескрываемым, может быть, раздражением в голосе, сказали, что вот, мол, севастопольцы, которых нас избрали, буквально завтра же с нас начали спрашивать и требовать улучшения жизни. Поэтому и наш читатель спрашивает, когда же в Севастополе партия регионов, и вы лично будете выполнять те обещания, которые были написаны на бигбордах перед выборами. А от себя добавили, может, не без иронии, может, мы, севастопольцы, слишком буквально поняли лозунг покрашения життя уже сегодня.